Пойман руками возле перми первой, когда ловил голубя. Написано на бирке чучела самца ястреба-тестеревятника. Этот экспонат зоологической коллекции демонстрирует не только биологические особенности вида, но и нюансы позы и даже эмоции. Все это результат филигранной работы таксидермиста прошлого столетия. Делался макет из проволоки, каркас из проволоки. На этот каркас поочередно, очень долго наматывалось, например, пакля. И это все формировалось по естественному типу птицы. Таксидермист добивается такого тонкого-тонкого, получается, сходства с живым организмом, с тем, что он делает малейшие подробности, например, позы испуга. Сейчас технологии изготовления чучел изменились, но результат по-прежнему позволяет изучить представителей фауны в мельчайших подробностях. Из рук таксидермистов готовые чучела поступают либо в частные коллекции, либо как этот ястреб в музей. Тетеревятник был передан в Пермский краеведческий в конце 90-х годов прошлого века. Перед тем, как попасть в выставочный зал, все чучела из шкуры помещают в карантин. Карантин – это тоже осмотр, выявление каких-то также, например, вредителей. Это кожиеды, пироеды, пухоеды. Это все тщательно осматривается. Чучело держится абсолютно в другом месте. Там желательно его даже обработать, например, дополнительно, или проморозить в морозильной камере, что удобно, например. И тогда только помещается уже в основную коллекцию. Всего в зоологической коллекции Кривейческого музея 2905 экспонатов. Так как карантин не панацея от вредителей, которые могут завестись в шкурах и оперении, хранят чучело при температуре 18-20 градусов. Уровень влажности тоже должен быть постоянным. Если будет, естественно, выше температура и будет повышаться влажность, то оптимальные, прекрасные условия для того, чтобы, да, давайте съедим пол коллекции, и даже музейный работник это не заметит. А если заметить, будет поздно. Мы уже молодцы. Чтобы не пропустить признаки жизнедеятельности опасных насекомых, почти 3000 единиц коллекции ежедневно осматривают. Под постоянным контролем и при помощи ваты, спирта, пара и холодильника специалистам удается хранить ценные экспонаты на протяжении столетий. К примеру, самому старому чучелу в коллекции уже 143 года. 130 из них оно находится в музее.